Более 200 минут общения с жителями страны. На очередной прямой линии Владимир Путин ответил на волнующие вопросы россиян. С главными новостями этого дня в студии Валентина Чибичек. Президент Владимир Путин провел очередную 14-ю по счету прямую линию. Еще до ее начала поступило 2 миллиона вопросов от россиян. И это не предел. Вопросы принимались в ходе всего мероприятия. Так их число перевалило за 3 миллиона. В этом году задать вопрос можно было не только по номеру колл-центра или в СМС, но сделав видеозвонок или обратиться к президенту в социальной сети. В прямом диалоге с президентом участвовали различные группы граждан. Ветераны Великой Отечественной войны, представители ОНФ, герои резонансных телерепортажей, студенты, многодетные семьи и многие другие. Всероссийский прием населения в этом году длился 3 часа 40 минут. Все в России начали экономить. На чем стали экономить лично вы, Тамара Георгиевна, Москва? На времени. Это самое дорогое, что у нас есть. Прямая линия с президентом не тот случай, когда нужно экономить на времени. Владимир Путин во время общения с жителями страны времени совсем не жалел. Круг вопросов был, как всегда, широк. От цен на нефть, инфляции до обращений личного характера. Первым вопросом, который получил президент страны, стал видео вопрос из Омска. Он касался состояния дорог, из-за которых постоянно ломаются машины. Власти Омска на жалобы горожан не реагируют. Владимир Путин подтвердил, проблема дорог действительно обострилась во многих регионах страны. Посмотрел, как тратятся эти дорожные фонды. И выяснилось, что денег там, в общем-то, и немало, но очень много средств уходит нецелевым образом на решения других задач. И в этой связи мы с правительством еще подумаем, но я считаю, что, конечно, надо будет, первое, окрасить расходы из дорожного фонда, против чего раньше всегда возражали руководители регионов Российской Федерации. Но потому что это был для них и является до сих пор определенным загашником, что ли, из которого можно взять средства на другие цели. Потому что это не запрещено законом. Нужно окрасить эти средства и сделать так, чтобы средства шли именно на дорожное строительство или на капитальный ремонт. Одно из первых мест в прямой линии с Владимиром Путиным занимает вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства в первую очередь заметил, человек должен понимать, за что он платит, когда ему приходит счет из коммунальной службы. Это касается и взносов на капремонт, которые платят собственники жилья в многоквартирных домах. При этом регионы могут сами принимать решения о размере тарифов. Но главы регионов должны согласовывать решения с депутатами местных ЗАГС собраний. Жители России волнуют и высокие, как в ювелирном магазине, цены на лекарства. Недорогих отечественных лекарств на прилавках аптек почти не встретить. Владимир Путин напомнил, в 2016 году на программу развития фармацевтической промышленности предусмотрено 16 миллиардов рублей. Общий объем финансирования составляет порядка 148 миллиардов рублей. В условиях, когда припали и доходы граждан нашей страны, правительство пошло на что? На сдерживание роста цен. И если в целом вот эти жизненно важные препараты лекарственные выросли на 8,8%, то дешевые выросли в прошлом году, по-моему, на 16%, ну я могу ошибиться, но по-моему, на 16%. Но в чем дело? Дело в том, что производители утверждают, что и этого роста им недостаточно. И вот это сдерживание правительством роста индексации, роста цен, по сути, приводит к тому, что, по мнению производителя, производить эти лекарственные препараты для них становится невыгодно. Что касается лично президента, он старается пользоваться лекарствами из дешевого сегмента, делает что-то вроде прививок. Но если на лекарствах можно экономить за счет выбора отечественных марок, то на продуктах экономить не получается. Такое мнение выразила жительница Москвы. Для примера она привела сумму из семейного бюджета, которая тратится на продукты. В 2015 году это было 5000 рублей, в этом уже 10. При этом правительство говорит, годовая инфляция составляет всего 12,5%. В известной степени это, честно говоря, рукотворный результат рост цен на продовольствие. Почему? Потому что мы же в качестве ответных мер на санкции Запада ввели ограничение на ввоз продуктов питания из-за границы. Мы сознательно пошли на этот шаг, имея в виду, что это создает условия для развития нашего сельского хозяйства, освободит рынок. Так и получилось. На фоне общего падения ВВП в 3,7% и промышленности в 3,4% сельское хозяйство выросло на 3%. Ответил Владимир Путин и на вопрос об обеспечении транспортного сообщения между регионами России. Речь шла о содержании стратегических аэропортов – Диксон, Хатанга и Енисейск. Президент сказал, что работа в этом направлении идет не так быстро, как хотелось бы, но будем ускоряться. За 3 часа 40 минут Владимир Путин ответил на 80 вопросов из более чем трех миллионов поступивших. Традиционная встреча с россиянами завершилась посланием Бабы Зины. Заметил очень интересное послание. Я его прочитаю. Баба Зина желает долгих лет жизни вам. Баба Зина желает долгих лет жизни не только всем присутствующим в студии, но и всем гражданам России. А мы, в свою очередь, давайте поблагодарим Бабу Зину за это послание и выразим надежду на то, что и ее здоровье останется в целости, сохранности, что она будет счастлива и здорова. Большое вам всем спасибо. Расходы бюджета уменьшены по органам власти, казенными бюджетным учреждениям, а также по различным мероприятиям в рамках государственных программ. Начали, как говорится, с себя. Расходы на содержание органов госвласти уменьшатся на 25 миллионов рублей. Уменьшен фонд оплаты труда по органам власти на имеющиеся вакансии. Сокращены командировочные в среднем на 25 процентов. Оптимизированы и другие расходы. Пересмотрена инвестиционная программа. Приоритетными признаны переходящие объекты и дороги, и стройки, которые софинансируются из федерального бюджета. Первый секвестр бюджета заставил здраво взглянуть на запланированные к строительству объекты. Отчасти из них решено было отказаться. Речь идет, например, об административном здании и объездной дороге. Часть решено было передать на реализацию заполярному району. Соответственно, строительство будет вестись за счет районных средств. Речь идет о ЛЭП в Нижней Пёше, строительстве жилых домов в ОМИ, Тельвиске, Андиге и других объектах. В то же время, как уже отметила Татьяна Лагвиненко, переходящие стройки с федеральным софинансированием будут продолжены. Один из глобальных объектов – это дорога Нарин-Марусинск. В общем и целом, законопроект предусматривает уменьшение бюджетных ассигнований по 16 государственным программам Неницкого округа. При этом наиболее значительно сокращаются ассигнования по программам сельского хозяйства на 159 миллионов, а также по программе развития транспортной системы НАУМ на 173 миллиона рублей. В заключении отмечу, что в целом расходы бюджета, согласно данному законопроекту, уменьшены незначительно по сравнению с теми рисками недополучения доходов, о которых говорилось при принятии закона о бюджете на текущий год и которые остаются на сегодняшний день. Риск недопоступления доходов на сегодня составляет 4 миллиарда рублей – это платежи от СРП. Естественно, в случае недопоступления этих платежей возник необходимость существенно сокращать доходы и расходы бюджета. Наряду с сокращением расходов параметры окружного бюджета изменились и по доходам. В новой редакции закона они увеличены на 101 миллион рублей за счет ассигнований из федерального бюджета, а также уточненного прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов. В результате сокращения расходов и поступления доходов дефицит казны снизился на 441 миллион с 20% до 17,1% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Возвращаясь к секвестру бюджета, который, напомню, стал первым с начала года, спикер окружного парламента Анатолий Мяндин отметил, что корректировка никак не повлияла на объем социальной поддержки населения, что весьма похвально в текущей экономической ситуации. Обеспокоенность депутатов вызвала большое сокращение расходов по программам сельского хозяйства. Были замечания депутатов по другим вопросам, в частности, по развитию сельского хозяйства. Я думаю, что эти вопросы будут стоять на повестке дня собрания депутатов до следующего заседания о сессии, когда будут носиться изменения в окружной бюджет. Будем анализировать исполнение бюджета, исполнение тех обязательств, которые у нас сегодня приняты. И уже на следующей сессии, когда будут носиться изменения в бюджет, а они будут рассматриваться 30 июня, мы будем делать уже более конкретные выводы по внесению изменений в окружную часть в зависимости уже от доходной части нашего окружного бюджета. Кроме сокращения расходов и корректировки доходов, на сессии было принято решение о выделении дополнительных средств по трем приоритетным направлениям. Это строительство жилья, социальных объектов и дорог за счет перераспределения средств внутри окружного бюджета. На начало строительства трех новых многоквартирных домов на 666 квартир в районе улицы Авиаторов. Это в рамках программы по переселению из ветхоаварийного жилья. Кроме этого, было выделено еще 110 миллионов рублей на долевое участие в строительстве жилья, нового жилья, также по этой программе, то есть для переселения из ветхоаварийного жилья. То есть, как видите, мы усиливаем это направление с тем, чтобы все-таки в кратчайшие сроки обеспечить переселение граждан из ветхоаварийного жилья в более благоустроенное жилье. В целом же, по государственной программе обеспечения комфортным и благоустроенным жильем, на этот год в бюджете запланировано почти 1 миллиард рублей – это 969 миллионов рублей. Также дополнительно было выделено 140 миллионов рублей на строительство третьей школы в микрорайоне Авиаторов. Несмотря на гигантскую стоимость этого объекта – порядка 2 миллиардов рублей – и риски невозможности продолжения этого строительства в последующие годы, власти региона решили сохранить эту стройку. Примерно столько же – 147 миллионов рублей – выделено на строительство детского сада в этом же микрорайоне. 16,5 миллионов направили на окончание строительства дорог улица Рыбников – Центральное очистное сооружение и улица Рыбников – Полярная. Порядка 90 миллионов рублей направят на реконструкцию улицы Октябрьская. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Эта сессия стала одной из самых продолжительных за последнее время. В повестку были включены сразу три доклада. О деятельности полиции за 2015 год рассказал исполняющий обязанности руководителя ОМВД Панао Сергей Сахаров. С ежегодными докладами также выступили два омбудсмена НАО – уполномоченный по правам человека Александр Белугин и уполномоченный по правам ребенка Римма Галушина. Кроме того, законодатели приняли законопроект, регулирующий земельные отношения на территории региона. Он позволит предоставлять юридическим лицам в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности округа или муниципальных образований, либо участки, государственная собственность на которые не разграничена. Всего в повестку сессии законодатели включили 31 вопрос. На сессию вынесли вопрос о рекомендациях депутатских слушаний по проблеме алкоголизации населения Ненецкого округа. Напомню, они состоялись в столице региона в конце марта и собрали всех, кого волнует эта тема, в том числе представителей общественности. Основанием для их проведения послужил национальный рейтинг трезвости, в котором Ненецкий округ занял предпоследнее место, а также информация окружного ОМВД о состоянии преступности. Поступившие предложения участников депутатских слушаний были обработаны и учтены в проекте рекомендаций. По результатам обсуждения вопроса на слушаниях был принят итоговый документ. Речь идет об участии в рейдах ГИБДД, участие в ночном рейде по объектам общественного питания, который вызывает наибольшее нарекание у наших жителей. Посетили окружную больницу, где лечатся алко- и наркозависимые. Также проинспектировали условия проживания детей-сирот, которым жилье было выделено округом. Вывод по сути один. Для округа эта проблема была и остается актуальной, поэтому в ее решении должны принимать все ветви власти, все органы власти, организации, в том числе и общественные. Ну и, наверное, самое главное, что должны очень внимательно и требовательно к этой проблеме подойти и простые граждане, простые жители нашего округа. По итогам голосования парламентарии утвердили рекомендации депутатских слушаний по проблеме алкоголизации. В первом чтении законодатели приняли проект закона о бесплатной юридической помощи в Ненецком округе. Администрация региона предлагает расширить перечень случаев в предоставлении бесплатной юридической помощи. Изменения подготовлены на основании обращений граждан в Государственное юридическое бюро округа. Дополнение перечня случаев, при которых Государственное юридическое бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах государственных органов округа, органах местного самоуправления, и организациях интересы граждан, постоянно проживающих в сельских населенных пунктах округа. Осуществляют правовое регулирование, консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках госсистемы бесплатной юрпомощи, составляя для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера. Законопроектом определен перечень таких случаев для сельских граждан. В их числе вопрос о предоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, пенсионного обеспечения, выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, пособий в связи с трудовым увечием. На сегодняшний день окружной закон предоставляет право на бесплатную юридическую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, малоимущим гражданам, жителям села, неработающим пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, усыновителям, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и другим слабо защищенным категориям граждан. Несколько жителей Наринмара остались без будущей пенсии. В Ненинском округе орудуют аферисты, которые представляются сотрудниками пенсионного фонда. В Наринмаре участились случаи обращения жителей в пенсионный фонд с тем, что по домам ходят сотрудники фонда и призывают перевести свои накопления в негосударственный пенсионный фонд. В свою очередь сотрудники пенсионного фонда обращаются к жителям округа быть бдительными. По домам ходят пенсионные аферисты. Используя двусмысленные формулировки и апеллируя к несуществующим положениям законодательства, лжесотрудники настаивают немедленно переводить свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд. Иначе, якобы, они сгорят или их обнулят. В результате некоторые граждане подписывают финансовые документы, не глядя и даже не задумываясь, кому и на каких условиях они передали управление своей будущей пенсией. Чтобы совершить такой шаг, перевести куда-либо свои пенсионные накопления, гражданину нужно, прежде всего, подумать и решить, нужно ли ему это. То есть, если вы решили выбрать другого страховщика, отличного от пенсионного фонда, то есть другой негосударственный пенсионный фонд, вы должны поискать информацию об этом УПФе. Если он не вошел в систему гарантирования, ваши пенсионные накопления могут вообще сгореть. Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо знать, где сейчас находятся средства пенсионных накоплений. Если информация требует уточнения, ее можно получить с помощью электронных сервисов. Например, на едином портале государственных услуг на сайте пенсионного фонда, а также в территориальном органе Пенсионного фонда России. Важно определить страховщика, которому хотите доверить управление средствами будущей накопительной пенсии. Таким страховщиком может быть Пенсионный фонд России или один из негосударственных пенсионных фондов. Еще раз хочу напомнить нашим гражданам, что сотрудники пенсионного фонда по домам не ходят и никого не агитируют переходить куда-либо, либо оставлять деньги в пенсионном фонде. То есть такой выбор, выбор страховщика, человек должен прийти к этому сам. Миссионерская деятельность в Ненинском округе будет регулироваться законом. Сегодня он был принят в первом чтении. Соответствующей законодательной инициативой выступила прокуратура Ненинского округа в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраны интересов религиозных объединений. Окружной закон о миссионерской деятельности позволит задать необходимые правовые рамки в данной сфере на территории Заполярного региона. Документ определяет порядок и условия осуществления миссионерской деятельности на территории округа, вводит понятие миссионера и миссионерской деятельности, а также определяет места осуществления такой деятельности и полномочия исполнительного органа государственной власти региона. Кроме того, согласно законопроекту, в Ненинском округе будет создан Единый информационный банк данных, содержащий сведения о миссионерах, прибывших на территории региона. Такова была информационная картина дня. Смотреть наши новости вы можете на сайте телеканала по адресу www.trksever.ru. Далее информация от синоптиков.